Друзья, с вами Гамбит и мы возвращаемся в FIFA 20 карьера за Родриго, который выступает за футбольный клуб Реал из Мадрида. Ребят, давайте сразу к самому главному. Родриго вызывает сборную от Бразилии, это очень здорово. Конечно, с такой статистикой, 9 матчей сыграно, 12 мячей, 2 голевые передачи. Давайте быстренько залетим в календарь, посмотрим, какие нас сегодня ожидают матчи и уже будем, собственно, к ним приступать. Первый матч у нас Дома с Гранатой, дальше у нас матчи сборных Парагвай и Венесуэла. У нас будет еще и Мальорка и, скорее всего, пятый матч, это Галатасарай в рамках Лиги Чемпионов. Устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Поехали! Мадридский Реал, Граната. Поехали! Может быть опасно? Хорошая передача! И пробил! Еле-еле пробил Родриго, я на самом деле, мягко сказать, не ожидал, что будет пас. Ой-ой-ой, хороший момент! Хороший был момент там Род... Что придумает футболист? Гранаты... Сальдада, выход 1-1, еще удар и у нас счет открыт. Счет открыт, 32-ая минута матча. По-настоящему опасный момент у ворот Сливочных и счет, еще раз повторюсь, открыт 0-1. Кристиан Эриксон, Эден Азар. Вот здесь неплохо, Родриго! И пробить! Хороший момент! Вот это да! 38-ая минута матча и снова Родриго забивает. Примерно у него одна и та же точка, с которой он уже много голов забил в этом сезоне. Вот здесь давайте посмотрим. Непонятно, чем там сначала занимались футболисты Реала. И потом только мяч попал к Родриго, и он, не долго думая, со своей любимой позиции, без шансов для вратаря. 1-1, моментов не было, и два мяча как-то забили, умудрились забить команды. Родриго, еще передача, Каримбензима, еще передача, неплохо, Кристиан Эриксон! Пушка страшнейшая от датчанина! Вот это великолепная атака в одно касание Кристиана Эрикса. Делает счет уже 2-1. Слушайте, ну такой шедевр можно посмотреть и на повторе. Вот здесь неплохо, Бензима, Родриго, сразу на Бензиму, тот француз, ну прекрасно. И прекрасно сыграл, конечно же, датчанин. Просто без шансов. Слушайте, ну приложился, что есть силы, от души так сказать. Граната с мячом, Сальдата, хорошая передача, штрафной Сальдата, удар в ближний. И вот вам ответочка в концовочке первого тайма, Сальдата мог сравнять счет в матче. Ускоряется Родриго, обходит одного соперника на рывке. Врывается в штрафную. Вот здесь неплохая передача и Казимира! На самом деле, ребят, скажу честно, передача адресовалась Кристиану Эриксоном. 57-я минута матча, пошли замены у Гранады. Гранада с мячом Марсела опасно атакует в штрафной площади, прострял. И у нас счет 2-2, Мадридский Реал сам виноват. Весь матч он играет просто ужасно. Вот сколько? 87 минут прошло матча, из них Мадридский Реал играл минут 15. Как раз они забили мячи. Гранада неплохо контролировала вот здесь вот. Марсела мог начудить. И хорошая передача. И привет центральным защитникам сливочных. Атака... Гранады с Альдадо. 2 минуты добавил арбитр главный. Они уже истекли на вештрафную. Здесь может быть опасно! Неужели? Неужели, друзья? 2-3. Больше 2 минут переиграли футболисты. Да, вот это просто катастрофа. Элерма делал еще 2-3. На самом деле, все заслужено. Мадридский Реал играл просто ужасно. И они не заслужили победы уж точно. Они забили 2 мяча и просто... Ходили пенали им. Я бы сказал, что... Ну что, друзья? 2-3. Поражение от Гранады. А что можно говорить? Надеюсь, после этого матча сделают выводы футболисты Мадридского Реала. Так, ребят, ну что у нас? Квалификация к чемпионату мира. Давайте посмотрим, какие команды принимают участие. Я думаю, вы и без меня всех прекрасно знаете. Аргентина, Чили, Колумбия и Бразилия, на мой взгляд, это самые такие топовые. Ну и Уругвай, конечно. Тут как бы... В принципе, в принципе, все команды сильные. По-своему. То есть, любой соперник, любая команда может даже... Той же Аргентине и той же Бразилии... Всыпать люлей, если можно так сказать. Давайте посмотрим, что у нас сегодня... Кто у нас сегодня в стартовом составе на матче с Венесуэлой? Эдерсон, Данило, Филиппе, Марфиосе, Сандро, Казимира, Артур, Фернандиня, Коста, Роберто Фермино и Неймар. Родриго пока даже вне заявки. Давайте симулировать. Ну что, 0-1 победа Бразилии. Третья. Так, следующий матч у нас Парагвайм и Родриго в стартовом составе. Это не может нас не радовать. Давайте, собственно, переходить к матчу. Давайте вот Парагвайм и Родриго в стартовом составе. Неймар, Фермино, Родриго, Артур, Фернандиня, Казимира. Слушайте, ну неплохо. Неплохо, неплохо. Ленин нападение просто божественное. Все, готово к матчу. Бразилия, Парагвай. Поехали. Может быть опасно. Подача штрафную. Ну какая-то неудача, но все-таки умудрился. Были с Парагвайм нанести удар. Из такой сложной позиции. Может быть опасно. Вот здесь неплохо. Родриго освободился. Удар в ближний угол. Еще пробить. Ну как? Я был уверен на 90%, что если сейчас мяч полетит, то он будет в сетке. Какой удар? Это Неймар. Парагвай с мячом. Санабрия неплохо. И удар в ближний угол. Ну конечно, это все считалось. И очень было бы обидно, думаю, сборной Бразилии, если бы, по сути, в первой же атаке Парагвай мог бы отличиться. Неймар. Неплохо, Родриго особо... Нет, слушайте, ну это штрафной. Это железный штрафной. Родриго отлично сыграл. Это точка для Неймара. Ну давай, дружище. Ты должен. Ты просто обязан. Неймар. Удар Неймара. Прекрасное исполнение. Прекрасное исполнение Неймара. Кто, как не ты, должен затащить сборную Бразилии? Отлично. 1-0. Давайте посмотрим на повторе, потому что гол шедевральный. Исполнение выше всяких похвал. Ну прекрасно, просто без шансов. Ой, слушайте, ну это просто идеальный удар. Идеальный. Голкиперу вообще шансов не отставил. И пошли в замену сборной Бразилии. Фабинио, выходим из Тартура. Три минуты добавляет главный арбитр. У нас с 1-0 матч получился очень скучный. Мало было моментов. Бразилия реализовала единственный, возможно, свой шанс. Все, друзья, 1-0 победа Бразилии. Пока невнятная игра не только Родриго, но и сборная в целом. Но главное 3 очка. Малерка будет принимать Мадридский Реал. Сливочный находится на третьей строчке. Отставание достаточно неплохое. Это только учитывая, что в Ла Лиге 7 больше очков. Это уже очень много. Вы сами знаете, о чем я говорю. Родриго. Еще передачка. Ой-ой-ой, хорошая передачка. Я, извините, подзатроил. Не знал, как подобрать какие слова просто. Наверх штрафную. Кристиан Эриксон. Хороший момент. И снова вратарь на месте. Это Казимира. Кристиан Эриксон подает. И кто тут? Еще удар. Это кто так приложился? Это Лука Модрич. Еще передачка. Вот здесь неплохо. Ну, нужно забивать. Ну, как же так? И это снова был Лука Модрич. И снова голкипер великолепно сыграл. Ребят, я не знаю, как это прокомментировать. Я просто смотрел вот на это все. У меня вот такие глаза. Вы видите сами. 34-я минута матча. 0-1. И что происходит? Андрей Скирял делает... Брасывает мяч с аута. Вот здесь раз. Два. Вот. Ну, что это такое, а? Да. Не знаю, как это реагирует. Вроде бы сливочные открыли еще. Да, но... Непонятно. Родриго. Казимира. Андрей Скирял потихоньку контролирует мяч с рафной. Казимира, но сыграть-то нужно. Вот здесь неплохо освободился Родриго, чтобы пробил. Карим Бензима. Родриго в итоге сам наносит удар. Но почему Карим Бензима не ударил? Я не знаю. Родриго наносил удар из более невыгодной для себя позиции. Подключение. Карвахаля. Кросс. Карим Бензима. Родриго. Еще пере... Ну, что ж такое-то, а? Казимира, дай сюда передачку. Мы сейчас проверим со средней дистанции. Какой был прекрасный момент. Потому что, ребят, на самом деле, не берут они игру на себя. Они хотят наносить удары и пытаться доверно довести. Но это чревато проигрышу. К примеру, как с гранатой. Ой-ой-ой, как опасно. Сивилла может пробить. Хороший момент. И у нас счет 1-1. Я не знаю, что делать. Потому что до этого я смотрел. Мальорки отгрузили 28 мячей за 8 матчей. Это просто ужас. А счет у нас 1-1. Неплохо. Еще передачку, Родриго. Карвахаль. На верх штрафную нужно забивать. Ну, что ты будешь делать-то, а? Родриго. Еще один удар. Хорошая передача. Родриго там врывается в штрафную. С мячом поставил корпус. Развернулся. Еще передачку. Вот, Бензима, дай передачку еще. Марселло. Вы где... И судья нам не дает доиграть. Судья нам не дает доиграть. Хотя до этого граната нам именно примерно в это время заколотила. Если бы я сейчас отдал пас на Кросса, возможно, он бы забил. Возможно. Заключительный матч в этом выпуске. Галатасарай принимает Мадридский Реал. Мадридский Реал находится не в самой лучшей форме. Это мягко сказано. Уступили гранате. Сыграли в ничью с Мальоркой. Да, ну и Родриго. За последние проведенные свои 3 матча. Один раз его лишь отличился. Родриго. Передача на Казимира. Казимира. Хорошая передача. Удар в ближний угол. И это опять Лукомодрич. Он бьет, бьет. А вот нормально-то ни разу и не ударил. Нормально я подразумеваю, конечно же, взятие ворот. Кто на подборе. И что тут? И тут нарушение правила. И на мой взгляд, ребята, это халявный пенальти. Давайте посмотрим. Мне очень любопытно, что там было. Вот здесь. А, ну нет. Беру свои слова обратно. Тут как бы акцентированный толчок. И Карим Бензима в полете шмеля. Умечай, Деназар. Деназар, ну, друг, давай. Окей. Ты так-то не блистаешь. Без комментариев, ребят. Отдали передачку. Ой, хорош, хороший. Не дают пробить. Не дают пробить. Это... Ну, Лукомодрич все-таки... Или кто это? Да, это Лукомодрич. Только я сказал, что не дают пробить. Там опять какая-то катавасия. И Мадрис Кирял забивает. Снова забивает. Что-то было похоже в матче с Мальоркой, когда... Карим Бензима затолкал этот мяч. Когда начинается такая катавасия, друзья, я не могу адекватно прокомментировать все это. Это просто, знаете, был какой-то дворовый футбол. Кто будет на пористе, у того и будет мяч. В итоге Хорват оказался. А не Куру. Это может быть опасно. Не Куру. Футболист из Монако перешел в Галатасарай. Накручивает. Пол защиты. Половину с защитой Мадридского Реала и наносит удар. Навес. Что это за навес? Хороший удар. И кто это? Это Карим Бензима. Ого себе. Вот это он пробил. Вот это он проверил. И у нас 0-2. Карим Бензима. Вот это удар со второго этажа. Вот это он приложился. Давайте посмотрим на повторе. Давайте. Ну-ка. Тони Кросс. Подача. Я на самом деле подумал. Что за подача-то такая? Ну удар прекрасный. Просто великолепный. Без шансов. Как же он выпрыгнул. И Карим Бензима делал счет уже 0-2. Это более чем уверенно. По такой-то игре. Родриго. Неплохо. Родриго. Врывается. В центр поля. Родриго. Ой. Как обходит. Как стоим что ли. Что такое? Что происходит? Что происходит? Феноменальный гол Родриго. Я не знаю. Там с другой стороны. Карим Бензима. Оттянул защитника. И Родриго. Феноменальный проход. Вот здесь Карим Бензима. Видели? Оттянул защитника. Он убежал. 27 номер занял. Вообще потом потерялся. И Родриго. Великолепно сыграл в этом эпизоде. Слушайте. Ну прекрасный гол. Отличный проход от бразильца. И у нас уже разгром. 0-3. Еще передачка. Сброс. Прекрасный. Родриго приложился. Слушайте. Ну великолепная комбинация. Да. Пожадничал немного Родриго. Можно было и Крисяну Эриксу нанести удар. Но так же красивее. Ребят. Так же лучше. И удар-то. Сразу двое там бросались под мяч. И у нас угловой. Ой-ой-ой. Какая ошибка. И какой удар головой. Это кто? Это по-моему Мариан Диас вышел вместо Кариба Бензимы. Вот. Ну слушайте. Ребят. Я кстати хочу заметить. Что в этой ФИФе просто нереальные удары головой. Парень пробил с 16 метров. И у нас угловой. Подача штрафную. Хороший удар. Великолепный удар в исполнении футболиста Галатасара. Даже я не обратил внимания кто это был. Но если мяч оказался бы в сетке. Это просто был бы космос. И туда хорошая передачка. Ой хорошая передача. Идиас. Вот это да. Заходят эти передачи. Раз за разом. И можно было делать счет 4-0. И кстати. Буквально. Недавно да. Галатасара не забил. Какой удар там получил. Ну что ребят. Три минуты истекли. Который добавил главный судья. Галатасара и Мадрис Криал 0-3. Полная доминация. Испанского клуба. На такой хорошей ноте мы заканчиваем этот выпуск. Подходит к своему завершению. Очередной выпуск за Родриго. Да. Выпуск на самом деле. На мой взгляд. Получился самым слабым. В плане результата. Поражение. Уступили. Это все в Ла Лиге. И не самым сильным соперникам. Будем исправляться. Следующий матч. Следующий выпуск. У нас начнется матчем. С Барселоны. На выезде. Эль Классико. И это будет первая Эль Классико. Для Родриго в нашей карьере. Не забывайте подписываться. Комментируйте. Обязательно ставьте палец вверх. С вами был Гамбит. Всем пока.